И всем привет, ребят! С вами Мистер Вайк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен самым плачевным новостям, которые появились в нашей игре. Не прошло и суток с начала празднования нашего замечательного День Рождения в игре, как у нас снова вернулись ДДОС-атаки. И даже отключение пробитв никак абсолютно не помогли решить эту самую замечательную программу. Если сегодня с утра еще выходил видеоролик, который я записывал вчера, и на протяжении практически всего дня у нас не было абсолютно никаких проблем в игре, У нас не лагали танки, у нас не было даже микро каких-то подлагов, все было четко, и я реально поверил в чудо, что этот День Рождения пройдет абсолютно четко, без никаких лагов, без никаких ДДОС-атак. И все у нас будет работать великолепно. Как вечером ДДОСер заявил о себе и показал нам всем, что ДДОС из игры никуда абсолютно не уходил. И все у нас вечером вернулось на круги своя. Все пошло по той же самой дефолтной схемочке. И, если честно, это максимально, максимально грустно. Но что самое грустное в этом плане, это то, что разработчики игры до сих пор не дали никакой определенной информации, связанной с этими лагами, с этими ДДОСами. Я реально верил в то, что отключение пробитв поспособствует тому, что у нас не будет никаких ДДОСингов, не будет никаких лагов, не будет никаких абсолютно проблем в нашей игре. Но вы видите, вот такие вот бои у нас сейчас в игре проходят. Я, во-первых, запикался в начатую катку. Во-вторых, это не просто начатая катка, а катка, в которой жестко лагала. Ну и посмотрим вообще, через сколько меня тоже отсюда выкинет. Сервера у нас работают периодически, очень периодически. То есть есть моменты, когда сервер работает более-менее. Да, и у вас есть хоть какой-то тайминг на как раз-таки подрубочку и возможность игры минимальной. Но потом происходит просто ДДОС, и вы вылетаете с карты, либо пытаетесь загрузиться в нее обратно. И все это происходит циклично, безостановочно. Вот, видите, я не прошло и минуты поиграл. И все. И все уже улетело. Все уже улетело. И это, конечно, максимально грустно, максимально печально. И самое печальное, как я уже сказал, это то, что до сих пор нету никакой абсолютно информации от разработчиков нашей игры по поводу этого ДДОСа. Ни на форуме, ни на главной странице. То есть как будто у нас все шикарно, великолепно работает. Я уверен на 100%, что за все это дело у нас должна быть компенсация в игре. То, что все это дело нам должны компенсировать. В каком виде, я пока что не знаю. Но в любом случае, за ДДОС атаки компенсация должна быть. И если учитывать тот факт, что уже неделю с периодичностью эти ДДОСы были, то сейчас это все намного-намного критичнее. И повторюсь. Вчера, на протяжении практически всего дня, пока у нас не было никаких ДДОСов, я реально думал, что пробитвы помогли и поспособствовали к тому, что ДДОСа больше у нас не будет. Но, к сожалению, оказывается, в про-витвах проблем-то не было никаких. ДДОС кроется в серверах и они все так же не работают. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержите данный видос лайком, если ждете компенсацию. И если хотите, чтобы этот ДДОС как можно быстрее прекратился в нашей игре. Также подписывайтесь на этот замечательный канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и приходите на стрим. Буквально после этого видоса будем пытаться выполнять супермиссионы и как-то давать контентику. Поэтому обязательно приходите. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ждем компенсацию. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. К слову, всем удачи и всем пока.